Если в каком-то ребусе у вас спросят назовить игрока, который побывал в трех разных клубах НХЛ, но не провел ни одного матча в этой лиге, смело называйте Никиту Гусева. Его история уникальна. Выбранный Тампе в 2012 году под номером 202 по таланту и игровому интеллекту это форвард уровня Никиты Кучерова. Мы это видели, например, на последнем чемпионате мира, когда оба играли в первой тройке за сборную России. Но так Тампе и непригодившийся Гусев через два года был отправлен в Вегас. Этой весной Никита, завершив сезон СКА, приезжал в состав Golden Knights, чтобы сжечь одногодичный контракт новичка. Но полуевку Стэнви так и не сыграл, а в Вегас вылетел в первом раунде от Сан-Хосе. Дальше стороны не сошлись по деньгам, причем можно было понять и руководство клуба, и 27-летнего игрока. Генменеджер Golden Knights Джордж Макфи тянуть до осени не стал, а сейчас разрубил Гордиев узел. Гусев отправился в Нью-Джерси, а Дэвилс заплатили. Пик третьего раунда 2020 и пик второго раунда 2021. Понятно, что этот ход был продуман, обговорен заранее и в тот же час стало известно. Клуб готов подписать с россиянином двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. Генеральный менеджер клуба из Нью-Арка Рей Широ заявлял, Гусев – сильный крайний форвард, обладающий великолепными инстинктами, чтением игры и высоким уровнем мастерства. Он сделает атаку в Нью-Джерси еще сильнее. Ничто не напоминает эти цифры. Какие ассоциации рождают? Правильно, именно двухлетний контракт на 9 миллионов долларов с Вегасом пару лет назад подписал 30-летний Вадим Шипачев. С этим возрастным россиянином Golden Knights второго обожглись, хотя и не выбросили деньги на ветер. Шипачев почти все вернул после того, как сыграл лишь три официальных матча в НХЛ, а потом отказался ехать в фармклуб и вернулся в Россию. Теперь генменеджер Вегаса Джордж Макфир рисковать не стал. Вот как он объяснил свое решение не заключать сделку с Гусевым. «Мы не смогли по контракту достичь соглашения, которое бы имело для нас смысл. Я думаю, мы отлично поработали в прошлом сезоне, когда к нам приехал Никита. Игрок был очень мотивирован, но его контрактные запросы оказались выше, чем мы считали разумным для себя. Поэтому мы решили сделать обмен, получив два драфт-пика, которые сможем использовать в будущем. Я верю, что наша команда претендент на Кубок Стэнли. У нас очень хорошая команда. Мы агрессивно себя вели, подписывая контракты с нашими игроками, когда считали, что это имеет смысл. Сейчас у нас много драфт-пиков, и это наша валюта. Мы выжили максимум возможностей, чтобы стать хорошей командой. Да, мы знали, есть вероятность, что мы не переподпишем Гусеву, но в конце прошлого сезона заполучили его в состав Вегаса. Это была победа для нас и для игрока. Мы высоко ценим наших молодых хоккеистов, защитников и нападающих. У нас есть игроки, которые только подписали контракт новичка. Они будут претендовать на место в НХЛ. Если вы хотите быть успешными в этой лиге, то должны иметь молодежь, которая готова приходить и заполнять дыры в составе. Две команды проявляли серьезный интерес к Гусеву и сделали хорошее предложение. Когда ты чувствуешь, что пришло время для правильного хода, ты его делаешь. Иногда все меняется, и эти предложения могут исчезнуть. Но мы все сделали верно. Мы хотим в этом сезоне стать еще лучше. И не собираемся разбирать команду на части, чтобы уместить в нее одного игрока. Нам нравится химия Вегаса, и мы сможем заполнить дыры в составе. Мы не хотели выбирать других своих игроков. Нам нравится наших хоккеистов. Если свести речь Макфи к одному абзацу, то мы живем в эпоху потолка зарплат. Чтобы подписать Гусева, нужно было кого-то убрать из состава. Но Вегас и так хорош. Там каждый на своем месте. Есть куча драг-пиков. Да и стоит ли ломать команду ради 27-летнего игрока, который не провел ни одного матча в НХЛ? Дать ему 9 миллионов долларов на 2 года? Но вспомните еще раз Шипачева. Это же как снова наступить на те же грабли. Поэтому Джорджик обошел стороной. Слишком велик риск, потому что высока цена. А вот у Ниджирси совсем другая ситуация. Еще несколько недель назад, как только появился слух, что Вегас может обменять Гусева, фанаты Дэвилс устроили настоящих флешмоб в соцсетях. Они призывали руководство своей команды выменять Никиту. Рисовали забавные картинки. Чуть ли не готовы были проводить демонстрации близ Проденшил Центр. И кто скажет, что в клубе не прислушиваются к своим болельщикам? Хотели Гусева? Пожалуйста. А почему нет? Это ведь готовый игрок в первые два звена. Место под потолком зарплат есть. Нужно усиливать большинство, а Гусев в этом дока. Игроков с правым хватом не хватает. Добавим пару бонусов с российской колокольни. Никита в последние пару лет стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком КХЛ. А на Олимпиаде 2018 забил решающий гол в финале с немцами, который спас весь хоккей от вселенского позора. Даже появилась поговорка «Гусев спасли Рим, а Гусев спас Россию». Такому человеку хочется пожелать только всего хорошего. И мы знаем, что по потенциалу Никита способен стать вторым кучером. Он давно грезил об НХЛ, мечтая попасть в правильный клуб, где оценит его талант, сделает на него ставку. И вот Гусев дождался своего часа. «Это не та сделка, на которой мы начали работать на драфте и долго ее обсуждали», признался помощным генменеджера Дэвис Том Фиджеред. «Просто так получилось, что Вегис хотел двигаться дальше. С вопросом, кто кому позвонил первым, стоит обратиться к Широ. Но мы определенно видели в Гусев игрока, к которому стоит проявить интерес. И понимали, что его клуб столкнулся с проблемой потолка зарплат, поэтому не сможет предложить ему деньги, на которые он рассчитывал». Понятно, что к нему могут быть вопросы, потому что Никита никогда не играл в НХЛ. Но мы считаем, что его достижения на международном уровне, на Олимпиаде, чемпионатах мира и в НХЛ помогут ему стать очень хорошим хоккеистом в НХЛ. Насколько хорошим? Сейчас ответить на этот вопрос сложно, но мы считаем, что этим ходом повысили уровень мастерства в первых двух звенях нашей команды. Гусев действует на ускорениях, очень хорошо понимает игру, он может бросить или отдать пас. Обычно он располагается на фланге, много работает, всегда борется за шайбу, любит финты, способен открыться для броска. Все это позволяет верить, что у него будет хорошая статистика. Надо напомнить, что Гусев играл в прошлом сезоне в Питерском СКА, набрал 82 очка. Вообще он сейчас занимает 10 место в истории лиги с 332 очками в 391 матче. Он выиграл золотую клюшку в МВП лиге, он завоевывал клубу Гагарина, а на Олимпиаде в Хинчане был назван лучшим нападающим турниром, набрав 12 очков в 6 матчах. Какими могут быть первые два звена Нью-Джерси? Например, такими. Холл, Хьюз, Пламиери, Гусев, Хишир, Брат. Это очень перспективное сочетание. Не думаю, что Гусев будет играть с Хьюзом, потому что в обоих 0 матчей в НХЛ не самый богатый опыт. Наверное, его будут использовать в тройке с Хиширом. Но эти сочетания звеньев будоражат воображение. И очень хочется, чтобы поскорее начался новый сезон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!